Дорогие зрители, хочу поделиться с вами своей блогерской и личной радостью. На моем канале 100 тысяч подписчиков. Я очень-очень признательна всем, кто подписался, кто выбрал меня как автора. Могу сказать, что я являюсь автором, на которого, скажем так, не принято подписываться. Я узнала о таком интересном моменте от Вероники Степановой. Есть действительно контент, на который, что называется, нужно подписаться, для того, чтобы, ну, все у тебя в жизни было в порядке, ты такая хорошая девочка, ты подписалась, например, на кулинарный контент, либо на контент, не знаю, изучения какого-то иностранного языка. У меня контент очень спорный, я думаю, многие зрительницы и зрители уже это поняли. Я очень горжусь тем, что я смогла с таким контентом набрать 100 тысяч подписчиков. Еще больше я горжусь тем, что недавно на моем канале было 20 миллионов просмотров. Я думаю, только блогер блогера может понять, насколько это много. Это означает, прежде всего, что да, я являюсь автором, на которого подписываются не очень охотно, но смотрят, по всей видимости, смотрят, по всей видимости, с большей радостью, с большим интересом, потому что вот такой разрыв в количестве подписки и в количестве просмотров, он, конечно, говорит о многом. И хочу сказать, что я провела также эксперимент накануне буквально того, что я знала, что вот-вот у меня будет 100 тысяч подписчиков, и я рассказала о том, и на самом деле об этом я узнала не сама, то есть я не сама эту тенденцию заметила. Это факт, который существует и подтвержден многими блогерами. Внимание, если вы будете подходить, я знаю, у меня очень много зрителей блогеров, если вы будете подходить к своей 100 тысячной подписке, я вам очень рекомендую где-нибудь на 80 тысячах, ну, возможно, на 90 тысячах вы должны посмотреть, насколько быстрый прирост подписчиков у вас, вы должны закрыть свою подписку, ничего никому не объясняя, просто потому что есть категория зрителей, которые видят, что блогер, я, вы, любой другой блогер, вот есть такая категория зрителей, которая начинает отписываться, даже если была приписана на твой канал, просто потому что, ну, кому-то не хочется, чтобы случился вот у кого-то такой личностный успех, такое личностное достижение. Здесь на YouTube это, конечно же, 100 тысяч подписчиков, а потом миллион подписчиков. И могу сказать, что в первый раз я озвучила эту идею и закрыла количество подписчиков, потому что да, от меня начали отписываться, был тотальный провал по подпискам, потому что подписки практически не перекрывали отписки тех зрителей, которые решили самоудалиться, но продолжали смотреть, откуда я это знаю, потому что у меня есть статистика по просмотрам. Просмотры не падают, подписки падают, соответственно, все достаточно понятно. И вот недавно я провела тоже эксперимент, буквально до, когда было, если не ошибаюсь, 90, да, я уже не помню, сколько было, я тоже сделала пост о том, что очень скоро она останет 100 тысяч, и буквально в течение полудня я имела огромное количество отписок, огромное количество для моего канала, это примерно 800 человек отписались. Это много, это много. Соответственно, вот такая интересная, такая интересная блогерская, блогерская, скажем так, аналитика, которую проводит любой блогер. Что еще могу сказать интересного из того, что касается блогерства? Конечно же, хочу сказать, что набрать первую тысячу подписчиков очень и очень сложно. И также, как выяснилось, очень сложно набрать вот эту последнюю тысячу подписчиков перед 100 тысячами подписчиков. Когда-то давно, я даже не помню, когда, когда сколько у меня было подписчиков, я пообещала, возможно, было 50 тысяч, наверное, тогда это и произошло, я пообещала, что покажу вам свою кардеробную. Я обязательно это сделаю, сделаю об этом отдельное видео. Не думаю, кстати, что оно будет очень интересно, потому что я покажу вам свою гардеробную, такой, какая она есть, а она находится в плачевом состоянии, потому что, помимо того, что я вынуждена делить свою гардеробную собственным мужем, и его половину я не смогу показать по совершенно очевидным причинам. Я покажу вам свою гардеробную, где, в общем-то, ничего не будет понятно, потому что все настолько плотно утрамбовано, что, ну, на самом деле, какое-то такое видео достаточно хаотичное у меня получится, но поскольку я обещала сделать такое видео, я обязательно его сделаю. Так мы будем в семье праздновать, и будем ли праздновать это событие, я даже, на самом деле, не знаю. Я человек, который совершенно равнодушен к шампанскому, поэтому бутылку шампанского совершенно точно мы не откроем. Не знаю, может быть, мой муж решит таким образом отметить, ну, опять же, мы находимся в достаточно уникальных условиях, мы находимся в режиме очень строгого карантина, и могу сказать, что даже торт, чтобы с детьми разделить эту радость от такого события, мы не можем купить, потому что мы просто сейчас... Хотя, возможно, в супермаркетах есть подобная выпечка, но в супермаркетах она обычно содержит очень много консервантов, поэтому, скорее всего, это событие мы отметим несколько позже, и обязательно сделаю видео, если что-то будет интересное вам показать. Будут ли изменения на канале? Могу сказать, что нет, изменений на канале не будет, у меня нет платной подписки, хотя мне казалось, что я могу ее сделать, рассказывала, почему и как, но в итоге я все-таки блогер, который за, что называется, чистое блогерство, я считаю, что блогерство — это и призвание, и, возможно, профессия, которую тебе повезло иметь, и нет, изменений на канале не будет никаких, я по-прежнему не планирую делать платную подписку и какой-то платный контент, который, возможно, будет выкладываться уникально, либо делаться раньше, я не буду брать пока, во всяком случае, совершенно точно никаких рекламных коллабораций, мне хватает той рекламы, которую я разрешаю YouTube внедрять в свои видео, и которая, в общем-то, показывается в виде уже готовых рекламных роликов, поэтому здесь совершенно точно никаких изменений не будет. Единственное, что прошу с пониманием отнести свои зрители к тому, что я развиваю также второй канал, «Минимализм как стиль жизни», и видео, которое я сделала тестовым, которое я сначала выложила, оно было о расслаблении на канал о минимализме, и потом это же видео с небольшими изменениями, потому что нельзя выложить идентичные видео, YouTube их распознает и не дает добро, не дает зеленый свет на публикацию. Соответственно, в любом случае видео, которые кажутся и которые имеют основную базу неизменной, они все-таки по монтажу достаточно сильно отличаются, потому что есть процент, который не должен совпадать, не должен совпадать для того, чтобы YouTube тебе разрешил опубликовать видео, и тем более его монетизировать. Так вот, могу сказать, что то же самое видео с изменениями, которые я выложила сюда, на основной канал, оно набрало гораздо больше, если не ошибаюсь, в три раза больше просмотров, чем на канале о минимализме, и поэтому прошу отнестись с пониманием к тому, что пока я, что называется, знакомлю свою достаточно большую аудиторию с тем, что существует другой канал, где, кстати, все очень спокойно, где очень добрые комментарии, где на самом деле я нашла единомышленников. Вообще, канал до 10 тысяч – это канал, где люди выбирают тебя, где люди единомышленники, потому что это, как правило, зрители, которые ищут ту или иную тематику. И если то, как ты ее раскрываешь, им нравится, им близко и понятно, они на тебя подписываются, поэтому 10 тысяч – это лояльная аудитория. Иметь даже 20 тысяч лояльной аудитории – это огромное везение, которое случается не с многими блогерами, опять же, обращаясь к начинающим блогерам, если у вас на канале до 10 тысяч подписчиков, считайте, что вы работаете действительно с аудиторией, которая вам очень и очень нравится, которая прежде всего думает, а также, как вы, смотрит на определенные вещи, так же, как вы, и это очень классный период в блогерстве, потому что уже даже к 50 тысячам вы будете иметь огромное количество случайных людей, которые зашли на ваш канал, и вы им не понравились, им не понравились коровы за вашей спиной, картины за вашей спиной, то, как вы говорите, причёсываетесь, смотрите в камеру и так далее, и вы получите огромное количество негатива вот от таких случайных зрителей, которые вообще непонятно, зачем смотрят конкретно ваши видео либо конкретно мои видео. И также хочу сказать зрителям, что из новшества будут также видео, которые я сначала выкладываю для своей русскоязычной аудитории. Они будут связаны с компоновками. Вот эти вот знаменитые приметки, которые я запустила, будут потом перезапущены в формате. Только музыка, соответственно, только видеоряд. Уберу все шутки, вязаные носки, а также свою пасту, приготовление пасты в начале ролика. И это будут просто лукбуки, которые я попытаюсь вывести и сделать для англоязычной аудитории, которая вообще не понимает русский язык. Потому что у меня есть зрители, которые живут не в России, которые живут в Америке, в Канаде, в любых странах. Мне это очень приятно. Но которые говорят на русском языке, потому что все мы являемся эмигрантами. Так вот, тоже прошу отнестись с пониманием и не удивляться, что видео с примерками будут, так сказать, перезалиты на канал просто под музыку. Соответственно, если вы видите с первых секунд видео, что это вы уже смотрели, то да, имейте в виду, что, возможно, вы это уже смотрели. Поэтому вот такие новости. Как я сама себя ощущаю, как блогер? Могу сказать, что я человек, который уделяет большое внимание статистике прежде всего. И то, что начало происходить после 10 тысяч подписчиков, для меня, в общем-то, явилось то, что я имею сейчас 100 тысяч подписчиков. Логичным продолжением того, что рано или поздно должно было произойти. Безусловно, ситуация с коронавирусом внесла коррективы, потому что очень много, до того, как мы все вошли, практически все вошли в карантин в разных странах, очень много времени у стандартного человека, который, возможно, мог 30 минут посмотреть YouTube вечером после работы, очень много у любого блогера стал забирать, скажем так, трафик, контент о коронавирусе, который, возможно, мы, модные блогеры, лайфстайл-блогеры, пока не производили. И, соответственно, упали просмотры, упали подписки, упала ротация твоих видео, которые ты выпускала на другие тематики, отличные от коронавируса. И могу сказать, что это, конечно же, внесло коррективы не только в мою работу, и, скажем так, в статистику, и в скорость, и в мою аналитику, которая у меня отражается. Все блогеры почувствовали на себе изменения за последние два месяца, это совершенно точно. И могу сказать, что, несмотря на это, в принципе, я, как прогнозировала к началу марта получить свои 100 тысяч, то, в общем-то, я сделала этот прогноз после того, как у меня в августе случилось 10 тысяч подписчиков, то, в общем-то, все с такой скоростью и происходили. Поэтому я, конечно же, рада, но для меня это, скажем так, явилось неким логичным продолжением того, что я делала еще, скажем так, какие-нибудь 6 месяцев тому назад. Что ж, дорогие зрители, я всех поздравляю, 100 тысяч нас, я считаю, что те 100 тысяч, которые на меня подписались, это все-таки люди, с которыми мы очень похожи, являемся единомышленниками. Огромное количество людей, с которыми, возможно, я единомышленником не являюсь, которым, возможно, я не нравлюсь, все-таки смотрят мой канал, и мне это, конечно же, плесно и даже приятно. Увидимся очень скоро. Видео я постараюсь вкладывать в обычном режиме, я рассказывала ситуации, в которой мы сейчас оказались, очень большие проблемы со скоростью трафика, но я надеюсь все-таки выпускать по 2 видео, по 2 видео каждый день, и, насколько я поняла, это очень приятно мне. Мои зрители, по крайней мере, совершенно точно хотят слышать новости и видео отличные от той ситуации, которая без того достаточно хорошо освещается. На этом с вами прощаюсь, всех поздравляю, всем сердечный привет. Увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока.